И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест! Сегодня снова солнышко и сегодня мы будем работать с Александром! Александр, ты где? Вот и Александр пришел на подмогу дяде Олегу! Всем подписчикам! Всем привет! Так что сегодня мы будем с ним мучиться, калечить эту машину. Ну а для начала нашего дня, как всегда, для поднятия бодрого и хорошего настроения, анекдот! Мужик заходит, короче, в автобус, блин, ну и ширинка расстегнута и стоит прямо напротив женщины. Женщина сидит, глаза как раз на ширинку, говорит, мужчина, ну вы бы хоть свой магазин закрыли, что ли? Говорит, чё, блин, директора видно, что ли? Ну насчет директора не знаю, но пьяный грузчик валяется на мешках. Но на улице сегодня немножко прохладно, как бы. Сегодня мы попробуем померить лонжерон. Лонжерон у нас чуть-чуть не пляшет, может быть, будем поднимать его вверх. Ну и доделаем наконец, постараемся доделать крышу под грунт. Если не под грунт, то хотя бы примерно. Вот так. Настроение у нас сегодня бодрячком. Саша будет помогать, а то уже веселее гараж. Вот я не знаю сколько, минут сорок мы уже греем. Ну машину заводили, навоняли в гараже машиной. И пришлось выветрить все это. Ну в принципе-то, начнем работу. Заставка. Пошла. Немножко помочившись мы зазоры как бы сделали. Здесь уже почти пляшет. И то есть здесь крыло уже практически пляшет. Ну регулировочка. Единственное, что лонжерон. Лонжерон, конечно, у нас здесь отрегулируется. Лонжерон немножко сжеванный. Надо будет его подделать. Но это мы пока оставим. Будем крышу делать. То есть мы приподняли вот этот лонжерон. Чуть-чуть был опущен. И подняли вот эту полочку. То есть этот лонжерон мы упирали в потолок и поднимали вот эту полку. Машина начинает приобретать вид, но еще очень долго до конца ремонта. Санек убирает все. Ну и сейчас покажем, как дошпаклевать уже крышу будем делать. Снова размазываем. Тут я не дотер как бы в целях экономии шпаклевки. Снова также размазываем, погоняем в воздух. Шпаклевка уже у нас идет универсальная, обычная. Выгнали воздух и стягиваем большим шпателем. То есть сначала мы тянули вот так. Сейчас мы будем тянуть в другую сторону, чтобы выровнять. То есть чтобы и вот эти ямки у нас тоже ушли. Также наклоняем, стягиваем. С первого раза вы не стянете. Надо поменять позицию. Вот так. Будет гораздо удобнее. И стягиваем снова. Перейдем к кузову. Перейдем к кузову. Делать видеоролик. Это интересно. Делать плащиков. Начинаем. Делать плащиков. Делать плащиков. В третьем числе человек. Видеоролика работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот основную массу наложили, гвоздкость у нас уже более-менее ровная. Ну и переходим на более-менее остатки, уже мажем сюда, где тоже надо будет ложить. Универсальная шпаклёвка трётся легко. Не бойтесь, навалите её. Лишняя всё равно будет убираться. Первые слои грубые. То есть, как видите, я ложу не острым, а как бы разглаживаю. Там чуть-чуть больше будет, это ничего страшного. С первых слоёв ровно всё равно не заложите. Вот так вот, если посмотреть, плоскость уже у нас выравнивается. Это чёрный ещё слой. Как бы следующий уже будет почти в ноль. Когда уберём этот слой, и нам останется уже чисто подтягивать. Да, вот после каждого раза просто моете растворителем. Как видите, отмываются. Они очень легко, без геморроя. Не надо их как бы чистить потом шкуркой. Потому что, если вы его шкуркой почистите, к нему будет очень прилипать шпаклёвка. Как видите, вот здесь просто чёрный слой я навалил. Потом я уберу, и у меня уже будут маяки. Вот эта ямка у нас уже заложена. Это всё поспиливается. Как пилить, сейчас я вам покажу. То есть, всё это делается не торопясь, размеренно. Потихонечку всё выравнивается. Так как бы ни конца, ни края не видно работе. Но работа идёт. Как бы специально для Степана на рации. Он меня уже с этими поддержками одолел. Короче, вот, Стёпа. Вот такие обычные поддержки. Тяжёленькая, навесанная, ну, цельнометаллическая. Весить килограмма два с половиной. То есть, вот такая штука. И работает примерно так. С одной стороны, где тебе нужно придержать, просто прислоняешь её. И с этой стороны уже простукиваешь. То есть, её веса достаточно, чтобы упереться нормально. И металл у тебя не заходил. Ну, вообще, эта штука у меня, такие переносные тиски. Может, кому пригодится. Вот ещё вот такая фигня у меня. Тоже, как бы, вот она толстая. То есть, ну, я называю переносными тисками. То есть, вот, если что-то надо загнуть, сюда металл ловишь. Вот так вот прислонил, да? Типа тисков получается. Можешь краешки загибать. Можешь её поставить вот так вот. То есть, что-то здесь отстучать. Пластина тяжёлая. То есть, где-то её подкладывать очень удобно. Бывают вот такие моменты, что где-то туда надо просунуть, да? Можно молоточком придержать. Можно, вот, ну, как бы, в это место его чуть-чуть отгибаешь, потом уравниваешь. Можно в это место... Можно взять просто лом, накалить его до красного, зарезкой или чем-то. И отбить площадочку. То есть, сделать семёрочку. Которую ты потом подсунешь сюда и будешь придерживать. Такую пяточку, да? То есть, поддержки можно сделать разнообразные. Желательно, конечно, бронзовые, чтобы они не кололись. Но при такой толщине металла, то есть, поддержки не будут колоться. То есть, и вот она удобно, как, допустим, и наковальна работает, работает, и как тиски небольшие. То есть, удобно. Всякие бортики на ней можно отогнуть. Иногда приходится и арочки там что-то выгибать. То есть, на такой штуке это делать всё очень удобно. То есть, поддержек у меня немного. То есть, семёрочку отдал пока соседу. Ну, называется семёрочка вот эта, когда ломик распилишь, потому что она в форме семёрки. То есть, их можно делать разнообразные. Где-то под крылья залезть. На иномарках в основном все снимаются крылья. А вот на жигулях, как бы, там приходится делать выколотки, потому что передние крылья не снимаются. А порой приходится вот этот вот верхний бортик на крыле отбивать. То есть, такие штуки актуальны будут. Ну, и сейчас покажем, как затирать. Ещё раз закрепим. То есть, лишним это никогда не будет. Чтобы люди хоть попадали почаще на видео, потому что вопросов очень много, как работает рубанка. То есть, будет пару-тройку видео, будет удобно искать. То есть, искать. Видео, как вы видели, я поделил по темам. То есть, по папкам. Первые три папки идут в списке. То есть, по-моему, окраска, оборудование, материалы. Это я специально их первые выставил. Потому что, кто только начинает, то есть, лучше начинать, конечно, оборудование и материалы. Там всё про оборудование рассказано. Материалы, какие используем. И потом окраска. Только потом уже кузовные, все эти работы. То есть, также вы можете залезть. И есть просто там полоса плейлисты. Плейлист нажимаете на само название плейлист. И у вас открываются все плейлисты, которые там есть. Их, по-моему, там 15 штук. И то есть, уже лазите. Кузовщина, материалы, ремонт бамперов. Всё там есть. То есть, по папкам очень удобно смотреть. Так что, большая просьба, кто задаёт вопросы, Вконтакте очень много мне пишут. Пишут одни и те же вопросы. И вопросы, в принципе-то, те, на которые уже есть давно ответ. Мне приходится давать ссылки. Не поленитесь, пожалуйста. Зайдите на YouTube, подпишитесь на YouTube. И по папкам посмотрите. Всё, что вас интересует, большая часть информации, Она уже отснята. И она уже есть. Единственное, чего нету, Это работа с гнилыми машинами. Там мало поэтому. Да. Потому что просто я не делаю это. То есть, вот задают вопрос, Олег, почему споттер никак не купишь? Ну, споттер я не из экономии не покупаю. Как бы я обхожусь вполне обратным молотком, Потому что такие работы я не делаю, Где споттер нужен, да? То есть, места у меня мало в гараже, И он занимает его. То есть, да, сейчас есть маленькие там споттеры. Ну, как бы мне, он мне пока не нужен. То есть, если я что-то делаю серьёзное, То есть, это только для видео там показываю, да? А на самом деле, вот как я делал дверь недавно, да? На самом деле я меняю такие запчасти, я не делаю. То есть, гнилые пороги я не восстанавливаю. Я делаю только битые машины. То есть, там есть видео, Как вот, там крыло в дырках, помните было, с Вольво? Вот крыло я показал, как делать. Ну, это без сварки я его показал, как сделать. То есть, такое крыло проходит год-два, но не больше. То есть, если у вас нету финансов, На первое время можно это сделать. То есть, в папке видео от подписчиков Есть варианты, где можно без сварки обойтись. Кто вот пеной заливает, да, заколхозит себе где-то. Если у вас нету денег, себе. То есть, вполне бюджетные варианты, Которые у вас пару лет проходят, Можно такое сделать. Но, потом, вот эту пену, да, Если вы вдруг решите переделать, Это будет очень большой проблемой для вас. Во-первых, вычистить эту пену. Во-вторых, добраться до живого металла Под этой пеной все равно у вас будет дальше гнить. И гниль будет развиваться дальше. То есть, кузов будет снашиваться еще дальше. Да, эстетичный вид у вас будет хорошим. Но практичный никакой. То есть, при ударе у вас все это может сложиться. И, то есть, это опасно. Так не стоит делать. Но, вот дырку там на днише сырой резиной заделать, да. Это все есть видео от подписчиков. Там Димон Форекс, по-моему, подписчик делал. Дима, кстати, привет тебе. Что-то давно ты не заходил на канал. Вот он там делал. То есть, вполне можно обойтись без сварки, без всего. Заделать дырку. То есть, ну, такие вот варианты. Так что, прежде чем задать вопрос, посмотрите, может быть, эта тема уже есть в видео. Посмотрите видео, там все понятно и ясно. Если уже вы что-то не поняли по видео, конечно, задавайте вопрос, я обязательно отвечу. Просто очень много писем приходит. И на все чисто физически не могу ответить. То есть, даже если, бывает, вот 10 раз вопрос идет, и 10 раз одно и то же задают, все равно уходит время на то, чтобы найти ссылочку, и чтобы эту ссылочку вам дать. Так что, залазьте в папочки. В папочках, например, что-то вам нужно, бампер сделать. Там есть папочка, ремонт бамперов. Посмотрите, как это делается. Что-то не ясно, задавайте по видео вопрос. Я сразу пойму, что вы смотрели видео, и что вам не ясно именно по видео. По кузовщине тоже посмотрели. Если нет такой темы, спросили. По покраске тоже есть все. По переходам тоже есть все. Еще такой назревший вопрос и актуальный. Многие спрашивают, как красить переходом на акриле. Так же, как вы красите и лаком, так же и на акриле. Замотовываем двухтысячкой вокруг. Делаем переход, но чтобы краска у вас не попала на глянец. И все, как бы, так же потом сполировывается это все. То есть, как вот вы лаком делаете, так же и на акриле. То есть, ничего тут такого нет. Вчера вот задавал человек вопрос, как бы, как избавиться от яблочности, постоянно у него яблочность. Во-первых, яблочность, ну, больше всего ее видно на серебристом металлике. Яблочность у вас идет либо от того, что не настроен пистолет, либо у вас очень большое давление на пистолете. То есть, делайте давление такое, которое вам предлагает завод-изготовитель. То есть, на пистолете высокого давления, ой, низкого давления, это примерно двойка. Высокого, по-моему, 3-3,5, не буду я врать точно, говорит, я на слух регулирую. То есть, выставили и красите. Яблочность еще, говорю, как избежать. Не надо сразу заливать в цвет, особенно серебристые краски. Потому что вы, когда ложите уже мокрый слой, он получается слишком густо ложиться, и получаются полосы. Первый слой накидывайте издалека, второй чуть поближе, уже полумокрый слой положили. В мокрый не надо серебристый металлик положить. Полумокрый слой положили, и сверху уже припорашиваем. Второй, вернее, третий, четвертый слой просто как бы напыляем немножко. Как бы вот на снегу заметаете метелкой следы, да? И так, потихонечку сверху накидывайте, забрызгали, все. И все. Подождали, когда у вас межслойная сушка, подождали, когда это все дело чуть-чуть подсохнет, и вы сразу увидите, есть у вас яблочность или нету яблочности. Если где-то есть, не надо стараться это место закрасить. Пройдите еще раз капот или, ну, деталь издалека пройдите, напылите. Все это замаскируется. То есть цвет противный, но если с умом покрасить, то есть никаких проблем с этим нету. Не важно, какой у вас пистолет, китайский или сато. Многие и сато не могут покрасить серебристый металлик. Все из-за того, что ложат мокрые слои. Ну, не знаю, может, там еще какие-то хитрости есть. Ну, я вот делаю так. Ну, а мы сейчас высохнет и будем затирать. Вот, не так, ты уже, видишь, перевернул его. Ты не нажимай. Не нажимай. Вот так вот ставь его. Ну, скажи, высох. Да, да, вот так вот ставь его. Вот, да. И крестом. Вот, извините. Еще вот тут в комментариях тоже читал, да, люди предлагают тоже, как бы, рубанок эластичный. Можно сделать из пластиковой лыжи. Из старой пластиковой лыжи отрезали, как бы сделали сам рубанок и также наклеили подошву на него. То есть, от профилактики. Профилактика для ботинок. То есть, вырезали, какую вам надо полосу и приклеили. То есть, очень удобно. Ну, такими движениями вот потихонечку. Мы с водички будем тереть, потому что забивается шкурка. Вообще здесь мусора много еще. Не нажимая на рубанок, потихонечку, не торопясь, мы хорошо вытерем. Вот в одну сторону крестом прошли, и идете в другую сторону крестом. На одном месте старайтесь не тереть. Здесь тоже можно тереть, давай, коллеги. Рубанка. Она тоже полностью облегает все. То есть, ты спокойно вытираем эту плоскость. Рубанок принимает форму. То есть, никаких затруднений здесь не составляет. Клоскость у нас уже выравнивается, считайте, со второго слоя, да? Вот эти недочеты. Сейчас мы чуть-чуть уберем шкурочки, когда подсохнет. И переложим вот эту полоску, вот эти царапинки и мелкие недочеты здесь. То есть, здесь, как вы видите, тоже все довольно-таки хорошо вытерлось. Мелкие недочеты убрать, учитывая то, что мы здесь закладывали остатками шпаклевки. И, в принципе-то, ну и, в принципе-то, еще слой и уже такой утягивающий. И завалим все это нитрошпаклевкой. То есть, здесь нам нитрошпаклевка, конечно, поможет. Я ее вообще редко пользуюсь, но в такой ситуации можно это сделать. То есть, она нам поможет по всей плоскости хороший слой положить. И потом мы ее уберем, перегрунтуем. То есть, нам не надо будет несколько раз перешпаклевывать мучиться. Если плоскость небольшая, то есть, нитрой не стоит увлекаться. Если плоскость небольшая, то ей не надо пользоваться. А если вот такая же площадь большая, и вы ее не можете выровнять, не мучаетесь, завалите нитрошпаклевкой, на следующий день просто ее выровняйте и вытрите. То есть, вот как бы мы с трех раз, получается, переложили, крышу выровняли. Довольно-таки большую плоскость. Ну и самой шпаклевки, как говорится, тут ушло очень мало. Слой небольшой, потому что крышу мы практически в ноль выровняли напильником. Единственное, что это от напильника там неровности. Ну и шишечки мы притопили. На улице уже, наверное, плюс. Ворота мы открыли уже. Сейчас Саша подсушит, и мы продолжим. Ну вот так вот выровняли. Сейчас просушим. И докладываем еще слой. А я пока исчезаю? Ну, в принципе-то вот этого слоя уже будет достаточно. Мы переложили все эти ямки, недочеты. Сейчас мы это все сотрем. И можно будет уже накладывать жидкую шпаклевку, то есть нитро-шпаклевку. Положим толстым слоем. Потом она у нас отстоится, пока будем заниматься другими делами. Потом просто взбиваем этот слой и грунтуем. Ну и смотрим. То есть резиночка у нас здесь войдет. Все ровненько. Так, стеклышко подходит. В принципе-то стекло у нас подходит. Это самое главное. То есть стекло обязательно меряем. Потому что если у вас стекло потом не подойдет, когда машина будет покрашена, вот это будет номер, блин. Очень нехороший. Так что стекло меряем. Меряем его несколько раз, пока готовим, чтобы кузов никуда не повело. Если у вас стекло встает, зазорчики на дверях встают, все, можно готовить машину смело к покраске. Ну а на сегодня все. Надеюсь, что-то интересное вы ухватили сегодня. Не очень долгий был урок. Подписывайтесь все на слет. Как вы знаете, летом у нас будет слет. С 5 по 9 августа будет очень интересная программа. То есть экскурсии по Бресту, по самому городу, по магазинам. Будет экскурсия в Беловежскую пущу, Брестскую крепость. В центре Беловежской пущи, на Царской поляне, будет гуляние. Проживать все будем на Белом озере, на Турбазе. Для нас забронировано 300 мест. То есть купаем все места. До конца марта мы все должны это раскупить. То есть условия и цена слета все оговаривается. Вот пройдете по этой ссылочке и посмотрите. То есть заказать можно путевочку. И то есть в цену путевки входит весь тур. То есть оплачено абсолютно все. С момента до того, как вас встретят с вокзала, автобусы вас встретят и довезут до базы. И до того момента, пока они вас не проводят. Все музеи, все экскурсии, все включено. Ну и на пассажок анекдот. Итак, анекдот. Мама подходит к дочи. Дочи 15 лет. Говорит, доченька, ну вот, наконец-то, ты у меня все-таки подросла. Ну и как бы я хотел с тобой поговорить на очень серьезную тему. Откуда появляются дети? Доча. Мама, я, конечно, понимаю это все по приколу. Ты мне лучше расскажи, как имитировать оргазм. Такой анекдот. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До встречи. Всем добра и бабла.